Приветствую вас! И вы знаете, в первую очередь мне хотелось бы согласиться с коллегой в том, что ваш вопрос очень похож на таковой для раздела эзотерики, и если вы именно хотели бы, чтобы вам погадали, то лучше обратиться именно туда. Там вам, собственно, расскажут ваши перспективы и так далее. Что касается именно психологического момента, то здесь я вам скажу так. Если вы интересуетесь перспективами, значит, скорее всего, сейчас вас что-то не устраивает. И не устраивает вас, скорее всего, именно то и именно потому, что вы хотите, вы хотите ту самую семью и детей, о которых вы нам поверили сейчас. И правда заключается в том, что я хочу вас спросить, а зачем вам в семье? Зачем вам, для чего? Это лично вам. Понимаете, в чем дело? Когда человек хочет семью, когда человек хочет какой-то формы развития отношений, он всегда волей-неволей подстраивает людей, людей, я имею в виду, вот как вы подстраиваете своего, наверное, мужчину под эти самые формы. То есть вы хотите семью, вы хотите детей. И из-за этого, из-за того, что вы хотите семью и детей, возможно, возможно, я еще раз хочу повторить, возможно, вы не можете получать удовольствие от отношений с мужчиной сейчас, на данный момент. И из-за этого вас что-то не устраивает. А из-за этого мужчина чувствует дискомфорт, чувствует, что вы его, может быть, там, полностью не принимаете, или, может быть, что-то еще, что-то еще. Понимаете, в чем дело? И правда заключается в том, что, понимаете, мужчина не должен вам давать семью. Он не должен вам обязательно обеспечивать семью и детей. Это естественная форма развития отношений, которая, может быть, будет, а может быть и нет. Вам это, понимаете, никто не гарантирует. И вот это вам нужно понять. Самое главное, вам это нужно понять. Я именно поэтому решил ответить вам на вопрос на вас, хотя он очень похож на вопрос в эзотерику, но тем не менее. Именно по этой причине, что, как бы, подчиняя, подчиняя отношения к каким-то целям, ну, конкретным целям, вы на самом деле портите их, вы не позволяете развиваться этим отношениям так, как это было бы, если бы вы не были бы, там, охвачены желанием достичь какой-то цели. Далее, что я вам хочу сказать еще. На мой взгляд, на мой взгляд, это тоже очень важно, именно потому, что, ну, знаете, вот непосредственно может влиять на ваши отношения, на ваши перспективы, возможно, даже перспективы отношений. Значит, первое, это то, что перспективы напрямую зависит от того, насколько вы являетесь с собой в отношениях. То есть, насколько вы ведете себя в отношениях естественных, насколько вы ведете себя в отношениях свободных, насколько вы раскрепещены в хорошем смысле этого слова, без, ну, без обязательного какого-то подтекста негативного, да, без обязательного негативного подтекста того, значит, о чем я говорю, потому что, ну, по-разному может быть. Вот, значит, и это также зависит от того, насколько мужчина с вами также свободен. Вот это все очень важные моменты, если мы говорим о отношениях, это все очень-очень-очень-очень-очень важные моменты. Поэтому перспективы, перспективы отношений зависят от того, насколько вы позволяете, значит, вот мужчине и себе быть естественными в отношениях. Насколько вы позволяете, значит, себе быть свободным. Далее, последнее, что я хочу сказать, это то, что перспективы, они напрямую зависят от того, насколько вы, ну, действительно, насколько вы уважаете своего мужчину и насколько вы стремитесь к тому, чтобы сделать его счастливым, стремитесь к тому, чтобы реализовать все его желания, его потребности, его какие-то мечты и так далее, и так далее, и так далее. Это на самом деле также очень-очень-очень важно, важно, если мы говорим именно про контекст перспектив. Потому что, ну, совершенно очевидно, что никакие перспективы невозможно, если нету, если нету уважения, взаимного уважения друг к другу. Это я полагаю, ну, мне кажется, это совершенно очевидно, очевидно здесь. Вот. Я думаю, что вам имеет смысл также вот свой вопрос задать в раздел эзотерики, эзотерики, если вы хотите все-таки получить именно элемент гадания в ответе. Таким образом, можно было бы, ну, говорить о том, что вы получили бы максимально, максимальное количество информации, вот, именно для себя, и тем самым, возможно, остались бы довольны тем, что обратились на наш ресурс. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы ко мне, буду рад вам помочь. Пишите в личку, помогу вам. Если у вас все-таки все равно вопросы по эзотерике, то задавайте этот вопрос в соответствующем разделе, там вам помог. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok